Здравствуйте! Время новостей на телеканале МТРК. В студии работает Джон Сулута Стемирова и сейчас коротко о главном. В Петропавловском аэропорту запустят прямой рейс до Москвы. Первый самолет в столицу России намечен на 29 мая. Путь займет всего три часа. 20 звезд в час. 14 апреля начался метеорный поток Лерит. Где и когда лучше наблюдать за эффектным небесным явлением? Неплохое начало. Футбольный клуб Козелжар обыграл лидера турнирной таблицы Алматинский Кайрат Жаста. Победа далась тяжело. А теперь обо всем по порядку. Район имени Габита Мусрепова один из крупных по площади и лучших по динамике развития в Североказахстанской области. Последний год им руководил Булат Джумабеков. В пятницу его назначили Акимом Петропавловском, но кресло руководителя не пустовало. В тот же день район возглавил Акзам Тастемиров. Имеет достаточный опыт и знания. Так кандидатуру Акзама Тастемирова представили местным депутатам. Трудовой путь он начал в 1991 году. 60-летний Акзам Тастемиров трудился заместителем Акима Ленинградского сельского округа, заместителем главы Акжарского района, а позже и сам им руководил. С 2013 года по 2018 год Аким Айртаусского района. С февраля 2018 года до настоящего времени работал руководителем Североказахстанской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции ВПК Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Обладает необходимыми профессиональными знаниями, имеет значительный практический опыт государственного управления. После согласования с местными депутатами Акзама Тастемирова представили активом. Его предшественник руководил районом имени Габита Мусрепова чуть больше года. В пятницу Булата Жумабекова назначили Акимом Петропавловском. За короткий период, что мы вместе работали, уважаемые земляки, определенные изменения сделали. Конечно, эти изменения благодаря вам, благодаря активу, благодаря государственной службе, благодаря депутатам, благодаря, конечно же, сельхозтоваропроизводителям. Большую часть социальных вопросов они берут на себя. Это один из показательных районов, где такой тандем с государственной службой. Один из крупных по площади и лучших по темпам развития. Первый замоким области подчеркнул, район имени Габита Мусрепова вносит большой вклад в развитие региона. Но есть и нерешенные проблемы. Этим займется теперь Акзам Тастемиров. Я предложу все усилия и опыт, то, что наработал за эти годы, реализация развития, социально-экономическое развитие района Габита Мусрепова. Конечно, это не сделает одинаковый район. Взаимодействие с вами, с активом, мы, думаю, все эти поставленные задачи реализуем. Новому руководству необходимо не допустить снижения объема воловой продукции сельского хозяйства, а еще тщательно подготовиться к весеннеполевым работам и взять на контроль неиспользуемые земли. Необходимо усилить работу по экспорту, по внедрению новых технологий, цифровизации и обновлению технического парка. В районе реализуются два крупных инвестпроекта. Это завод по переработке пшеницы Казмил и птицефабрика. Но нет проектов по программе индустриально-инновационного развития. Неактивны мусреповцы и в экономике простых вещей, на реализацию которого государство выделило 600 миллиардов тенге. Производить товары народного потребления самим, а не привозить их из других стран. Это повысит качество жизни и доходы населения. Такие критерии, кстати, являются главными при оценивании работы госорганов и руководителей. Районами Негабита-Мусрепова, поэтому показатели в числе лидеров. Среднемесячная зарплата здесь выросла на 5% с 94 до 98 тысяч тенге. Это второе место в области. В течение трех лет будет улучшено водоснабжение, подключено к центральному водоснабжению 94 населенных пункта. Но здесь я знаю о том, что есть хорошая, добрая традиция. За счет руководителей сельхозформирования в целом решаются многие вопросы социального аспекта. А также в районе имени Негабита-Мусрепова отремонтируют 11 школ. На это потратят 815 миллионов тенге. А еще реконструируют 54 километра дорог. Айгири Мукашев, Арсам Тлиужанов, Новости, МТРК. 9 июня состоятся выборы президента Казахстана. Сейчас жители страны интересуют, кто будет претендовать на пост главы государства. Но окончательный список кандидатов станет известен 11 мая. В этот же день стартует агитационная кампания. Подробнее о предстоящих выборах сотрудникам завода «Мунаймаш», рассказал секретарь областного маслехата Владимир Бубенко. 9 июня казахстанцам предстоит в седьмой раз за историю независимости выбирать президента. Кто же будет баллотироваться на пост главы государства? Сегодня это один из самых обсуждаемых вопросов в стране. Сейчас те, кто претендует на место кандидата, собирают подписи избирателей, рассказывает секретарь областного маслехата Владимир Бубенко, сотрудникам завода «Мунаймаш». Допустят к выборам тех, кого поддержат не менее 118 тысяч человек. С 10 апреля по 28-го идет выдвижение кандидатов. Вы знаете, что кандидатами выдвигаются общественные организации и партии согласно закону о выборах в нашей республике Казахстан. После этого идет регистрация кандидатов. И начиная с 11 мая, с 18 часов идет агитационный период. Агитационный период будет проходить до 8 июня текущего года. Почти месяц сдается на то, чтобы получить поддержку казахстанцев. А 8 июня – день тишины. Любая агитация запрещена. 9-го – сами выборы. Отдать свой голос казахстанцы смогут с 7 утра до 8 часов вечера по времени столицы. Президентом республики Казахстан должен человек достойный представлять наше государство в международном уровне. То есть человек, имеющий определенное образование, имеющий прогрессивные взгляды на будущее, готовым развивать промышленность, сельское хозяйство республики Казахстан. Отдать голос – значит отдать голос за свое будущее, будущее своих детей, будущее страны. Сейчас глава государства Касымжумар Токаев. До этого все президентские сроки у власти был Нурсултан Назарбаев. Он досрочно ушел с поста 19 марта. Жители страны всегда отдавали за него больше 90% своих голосов. Джансалут Астемирова, Адель Нуржанов, Новости МТРК. Полететь в одну из самых красивых столиц мира – из Петропавловского международного аэропорта. Теперь это не просто перспектива, а реальная возможность. 29 мая из областного центра полетит первый самолет в Москву. Дорога в столицу России займет всего три часа и обойдется в 46 тысяч тенге. Моя коллега Дарья Пышмынцева расскажет подробнее. Почти два дня столько времени занимает дорога на поезде в Москву. Стоимость билета варьируется от 18 до 53 тысяч тенге. Теперь почти за эту же сумму, только на 43 часа быстрее, сирказахстанцы смогут полететь прямым рейсом из Петропавловского международного аэропорта в одну из самых красивых столиц мира. Первый самолет отправится в Москву 29 мая. Я считаю, что прямой рейс на самолете от Петропавловска до Москвы – это очень сократит время для наших граждан, также для граждан России. Многие люди обсуждали этот вопрос, что очень неудобно. Нужно делать много пересадок. Такой рейс прямой – это очень удобно. Очень хорошая новость, потому что людей должна возможность иметь со своего города напрямую поехать в другую страну. Москву – это очень замечательно. Побывать на Красной площади, своими глазами увидеть Кремль, посетить Третьяковскую галерею и, наконец, сделать фото на фоне знаменитых высоток Москва-Сити. Уже в конце мая жители северного региона смогут осуществить такие планы в короткие сроки. В столицу России можно будет добраться за три часа. Переговоры аэропорта Петропавловска и Акимата области с одной из российских авиакомпаний о запуске рейса в Москву велись два года. В 2019-м стороны пришли к соглашению. Провели большую работу с авиакомпанией «Ир-Эйра». Мы также оказали содействие в получении всех необходимых документов в Комитете южно-навиации. Аккредитацию они получили у нас в стране. И планируют с 29 мая текущего года начать полеты столицы Российской Федерации в город Москву, аэропорт Жуковский. В октябре месяце текущего года, на летний период пока, вылет будет с города Петропавловска в 8 утра. Прилет в Москву также будет в 8 утра местного времени московского. Перелет будет осуществляться на комфортном самолете «Сухой Суперджет». Он рассчитан на 100 посадочных мест. Стоимость билета – от 47 тысяч тенге. С 29 мая полеты будут каждую среду. Это второй новый рейс, который Международный аэропорт Петропавловска запускает в этом году. 8 июня жители северного региона смогут полететь на один из самых красивых египетских курортов – Шарм-эль-Шейх. Дарья Пашминцева, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. Как изменилась ситуация с паводком за выходные? На Сергеевском водохранилище с пятницы уровень воды упал на 21 сантиметр. Сейчас он составляет 890 сантиметров, перелив – 90. Пик был зафиксирован в середине прошлой недели на отметке 132 сантиметра. За выходные уровень воды поднялся и за Петропавловской плотиной на 82 сантиметра. Сейчас он составляет 905. В селе Новонекольском Козлужарского района уровень воды за трое суток в реке повысился на 125 сантиметров, в Покровке – на 93. И к другим темам. Помыли остановочные павильоны и светофоры, высадили деревья, навели порядок во дворах. На прошедших выходных петропавловцы продолжили заниматься благоустройством города. На субботник вышли порядка 10 тысяч человек. Вместе с ними и наша съемочная группа. Суббота, 10 часов утра. На улице Сатпаева субботник идет полным ходом. Здесь озеленяют город, высаживают пирамидальные тополя. Их еще называют итальянскими. Такое дерево может вырасти до 40 метров в высоту. На этой улице их будет 80. Всего на этой улице планируется высадить 300 различных деревьев. По городу на шести улицах планируется высадить более 3000 деревьев. Также нужно отметить, что это благотворительный субботник. В рамках трехмесячника такие субботники будут проходить каждую неделю. Поэтому приглашаем всех жителей города принимать активное участие. Во дворах тоже кипит работа. Здесь на субботник вышли жильцы шести многоэтажек. В основном мамы в декрете и пенсионеры. Людмила Горбулева 37 лет. Живет в доме 159 по Мангельды. В прошлом году здесь заасфальтировали двор. В этом обещают установить детскую площадку. Теперь нужно только поддерживать чистоту. Наши поколения, мы всегда выходили. Конечно, сегодня вышло совсем мало людей. А вообще интереснее, когда выходит много людей. Мы все общаемся. Даже и песни можем запеть. Веселее какое-то общение. А по улице Кошукова уже начали мыть остановочные павильоны. Их задем они стали настолько связаны, что даже сильный напор воды едва справляется. В надлежащий вид остановки приводят сотрудники ТО «Желк» Урл ССК. Всего на этой улице помоют 10 павильонов. Стали чистыми и светофоры на улицах Жумабаева и Абая. ТО «Дорсигнал» помыли и покрасили все объекты. Всего в субботнике приняли участие 550 коллективов. Это порядка 10 тысяч человек. Алена Хан, Желудузбек Ермуканов, Новости МТРК. 13 апреля в Казахстане стартовала акция «Кохарман Дангале». Ее цель – очистить улицы, проспекты, скверы и памятники, посвященные героям Великой Отечественной. Студенты Гуманитарно-технического колледжа вместе с жасотановцами убрали территорию рядом с Вечным огнем. Подробнее далее. Ранним сегодня утром учащиеся Гуманитарно-технического колледжа убирают территорию рядом с одним из самых важных памятников Петропавловска. Возле Вечного огня осталось много прошлогодней листвы. В преддверии 9 мая хотели бы убрать здесь, чтобы было чище во время праздников и как бы людям было уютно здесь находиться. Участники молодежного крыла «Жасотан» тоже пришли на субботник. Они разобрали конструкцию, чтобы вычистить мусор. Субботник у Вечного огня проводится в рамках республиканской акции «Кохарман Дангале». Она стартовала в столице 13 апреля. Данная акция у нас продлится до 8 мая. Суть данной акции – это очистка скверов, памятников, улиц, героев Советского Союза, которые участвуют в Великой Отечественной войне. Мы будем передавать эстафету Павлодарской области. Всего в субботнике приняли участие порядка 40 человек. Дарья Пашмонцева, Павел Казаченко, Новости МТРК. Более 300 детей бесплатно посетили цирк «Шапито». Ощастливили ребят североказахстанские полицейские. Поход организовали в рамках марафона благотворительности. 73 воспитанника детских центров области познакомились с настоящим цирковым искусством. Особенные дети впервые увидели пеликанов, леопарда и медведей. Клоуны, жонглеры и дрессированные животные. Российский цирк никого не оставил равнодушным. Также стражи порядка планируют организовать ипотерапию для особенных детей. Всего цирковое представление посетили более 300 человек. Среди них, которые посещали семьи сотрудников управления полицией, в том числе многодетные семьи. Также воспитанники детского центра социального обслуживания «Арман», общественного объединения Североказстанской областной организации родителей и детей инвалидов детства, общественного объединения «Адон Север» адаптации детей с особыми нуждами. Жилой комплекс «Трио» возобновил свое строительство. Три 18-этажных дома в культурном элицентре города. Это самый большой подземный паркинг, свободные планировки ваших квартир, коммерческая недвижимость, квартиры от 180 тысяч тенге за квадратный метр. Жилой комплекс «Трио» – это квартиры для комфортной жизни. Телефоны 8-715-2-500-445-8-705-199-50-10. Улица Театральная, 36, кабинет 3. Хотите заявить о себе или своем бизнесе? Разместите свою рекламу в новостях на муниципальном телерадиоканале. Мы работаем в эфире 20 лет. Нас смотрят. Нам доверяют. Нас выбирают. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Метод «Томатис» основан на стимуляции участков мозга, участвующих в расшифровке и анализе звуковых сигналов. Используется для стимуляции речи, повышения обучаемости, улучшения памяти и внимания, интеграции в иностранные языки. На сегодняшний день этот метод активно применяется в 20 странах мира. Адрес Горького, 172, бывшая гостиница «Восход», телефон 460873. Оформление санитарных книжек при поступлении на работу, а также периодические осмотры. Лекции «Санминимум». Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Вы смотрите новости МТРК и мы продолжаем наш выпуск. В этом году в Казахстане впервые пройдет конкурс дизайнеров одежды «Алтен Оймак». Организует его Национальная палата предпринимателей и фонд поддержки женского предпринимательства. Сегодня их представители приехали в Петропавловск, чтобы пригласить на конкурс североказахстанских модельеров. Готовы ли местные дизайнеры побороться за главный приз, знает моя коллега Алена Хан. В числе потенциальных участников конкурса – Айжан Колчина. Дизайном одежды она занимается на протяжении 10 лет. Специализируется на свадебной и вечерней моде. О конкурсе ей рассказали друзья. Сегодня она пришла, чтобы побольше узнать о критериях отбора и принять решение. Может быть я вдохновлюсь, что-то мне понравится. Я захочу создать, например, спортивную одежду, что для меня вообще новое что-то. Посмотрим. Участникам конкурса предлагают создать деловую одежду, спортивные костюмы или обувь с элементами национального орнамента. Модели должны быть креативными. Всего шесть номинаций. Попробовать свои силы предлагают и студентам Петропавловского колледжа сферы услуг. Желание есть, но будущие дизайнеры опасаются, что их опыта недостаточно для конкуренции на таком уровне. На первом конкурсе мы шили платье, потом рубашку, юбку, брюки. Сейчас шьем еще одно платье. Я после 9 класса. У нас не такое хорошее обучение, как у других людей, которые будут участвовать в этом конкурсе. Они более лучше подготовлены. Конкурс разбит на два этапа. Первый стартовал в марте и завершится 15 мая. В это время идет прием заявок на участие на сайте atomiken.kyz. Кстати, их можно будет подать и с 10 июня по 15 сентября. Участвовать можно не только с готовым изделием, но и с эскизом. Второй этап творческого состязания – общественное голосование. Часть претендентов на гран-при конкурса «Алтыной Мак» объявят в июне в Астане на форуме легкой промышленности. На самом форуме легкой промышленности мы предусмотрели обучающие семинары, курсы, мастер-классы для всех участников, вне зависимости от того, пройдут они в этапах конкурса, станут ли они призерами. То есть все зарегистрировавшиеся дизайнеры смогут бесплатно пройти курс обучения в эти два дня на форуме. Итоги конкурса подведут в декабре этого года. Шесть лауреатов «Алтыной Мак» получат денежный приз по одному миллиону тенге. Алена Хан, Желудузбек Юрмуканов, Новости МТРК. Первый весенний звездопад. С 14 по 26 апреля жители Земли смогут увидеть метеорный поток Лириды. Это один из самых древних небесных явлений. Лучше всего его можно будет увидеть после 20 апреля. Подробнее в сюжете Ильи Кудрякова. Метеорный поток Лириды считается одним из самых старых. Первое упоминание о нем появилось в 687 году до н.э. в Китае. Тогда его интенсивность доходила до 1000 метеоров в час. Но со временем он становился все меньше. Сейчас мы сможем наблюдать примерно 20 лирид. Это, конечно, если небо будет безоблачным. Первый весенний звездопад начался 14 апреля и продлится до 26 числа. Это ежегодное природное явление можно будет увидеть с любой точки земного шара. Но больше всего повезет тем, кто живет в северном полушарии. Пик падения Лирид придется на 23 число. Но интенсивность трудно предугадать, говорят ученые. Она меняется каждый год. В этот раз звездопад будет не самым впечатляющим. Но, тем не менее, не стоит пропускать такое зрелище. Лучше всего будет наблюдать за метеорами за городом. Примерно 2700 лет назад это был первый метеорный поток, который заметили земляне, наблюдатели в Древней Греции и в Китае. Большое внимание научной общественности этот поток привлек в 1803 году, когда случился звездный дождь в Лириде с интенсивностью причин. Примерно 700 метеоров в час. Еще одна причина, почему в этом году будет сложно наблюдать за метеорным дождем – это полнолуние 19 апреля. Кстати, источником метеоров Лириды является комета Тетчер. Последний раз она посещала Солнечную систему в 1861 году. Тогда и была зафиксирована наибольшая интенсивность дождя Лирид. В следующий раз, по прогнозам астрономов, это произойдет лишь в 2276 году. Илья Кудряков, Павел Казаченко, новости МТРК. Долгожданная премьера. В Русском драматическом театре поставили «Ромео и Джульетту». Старая история любви в современной интерпретации. Поставила спектакль победительница творческой осенней лаборатории Галина Зальцман. Наша съемочная группа прикоснулась к прекрасному вместе с петропавловцами. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. На планете нет ни одного человека, который не слышал бы о великом произведении Вильяма Шекспира. Трагическая история любви, написанная в 1595 году, переведенная больше чем на 30 языков, легла в основу кинофильмов, опер, мюзиклов и спектаклей. 12 апреля на сцене Русского драматического театра Петропавловцы увидели «Ромео и Джульетту» в интерпретации московского режиссера Галины Зальцман. Спектакль о трагической судьбе двух влюбленных неожиданно для зрителей начался с поп-композиции американской вокальной группы «The Lennon Sisters» «Куда делись все цветы», вышедшей в свет в 1963 году. С самого начала стало понятно, что постановка будет необычной. Возможность показать свое видение шекспировской истории, написанной больше четырех столетий назад, выпала Галине Зальцман не случайно. Она стала победительницей осенней режиссерской лаборатории. Приехало три режиссера, мы смотрели три отрывка, и по итогам этой лаборатории мы выбрали Галину Зальцман и спектакль «Ромео и Джульетта». Также очень радостно, что художник по свету Андрей Горлов из Санкт-Петербурга приехал и помогал уже на финальных этапах в Галине, то есть выставлял свет, делал спектакль ярким, интересным. В спектакле занято почти полтруппы, это и средний состав, и молодой состав. Спектакль поставлен с минимумом декорации реквизита. Главное в нем – игра актеров, их чувства и эмоции. Для постановки и костюмов режиссер выбрала черные и белые цвета. Они символизируют противостояние добра и зла. Еще одно смелое авторское решение – смешать изящные и лаконичные наряды с дерзкими и современными образами. Она гонежна, она грубая и зла, и колется, и жжется, как термонник. Игра музыки и света делают бал-карнавал в доме Капулите пышным и романтичным. Здесь впервые встретились Ромео и Джульетта. Тогда молодые влюбленные еще не знали, что их союз невозможен из-за семейной вражды. По задумке режиссера основная тема спектакля – война. Жестокая и всепоглощающая, заставляющая людей причинять друг другу боль, будто по инерции. Герои произведения не помнят, когда вошли в этот порочный круг, но самое страшное, что они не знают, как из него выйти. Чистая невинная любовь Ромео и Джульетты как луч света. Она на протяжении всей истории дает зрителям надежду на счастливый финал. Его режиссер решила сделать ярким и необычным. Последняя сцена показывает, что смерти нет. Аплодисменты, цветы и тройной выход на поклон. Позже актеры признались, что уходить со сцены не хотелось. Такие сильные были эмоции после отыгранного спектакля. Первые эмоции – это вау! Это круто, это здорово. Это очень интересная работа была. Три недели мы занимались этой постановкой. Эмоции бурные. Нас просто всех зашкаливает. Все было очень здорово, молниеносно. Справилась я или нет решать не мне, а в первую очередь режиссеру и зрителю. Если бы можно было бы сходить еще раз, обязательно бы сходила бы. Мне очень понравились спецэффекты, а также игра актеров и то, на каком глубоком уровне это было сделано. В восторге, честно говоря. Очень интересный подход, аранжировка, вот это как бы новое, сочетание вот этой музыки, вот современной, как бы и классической музыки. Мне кажется, перетакль даже очень удался. Дарья Пашмынцева, Павел Казаченко, Новости МТРК. Второй тур Первой Лиги Казахстана по футболу завершился. Петропавловский Козылжар принимал на своем поле Кайраджа Стар. Даже плохая погода не помешала нашим футболистам показать хорошую игру, а болельщикам прийти и поддержать свой клуб. Как прошла встреча, расскажет Илья Кудряков. Первая домашняя игра и сразу против лидера турнирной таблицы. Казылжар принимал алматинский Кайраджа Стар. На улице ноль, но на поле очень жарко. В первом тайме инициативой владели хозяева. Они часто проходили к воротам гостей, но реализовать свои голевые моменты не получалось. У соперника хорошая линия обороны. И только на 35-й минуте матча Павел Кривенцев смог распечатать ворота алматинцев. Этот гол подстегнул соперников играть агрессивней. И уже на 37-й минуте гости сравняли счет. А еще через 6 увеличили его. Отличился Майди Айторе. В первом тайме казылжарцы отыграться так и не смогли. На перерыв ушли со счетом 1-2. Команда, конечно, только сформировалась наша. Им надо ценность, побольше работать надо. И на тренировках, и на поле. Пока непонятно вообще. Нашей команды игры нет. Думаю, во втором тайме наши найдут свою игру и забьют второй-третий гол. С первых минут второго тайма казылжарцы пошли в активную атаку и заставили соперника сфалить в страхной зоне. Судья назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Шутагри Галашвили. Счет 2-2. Казылжарцы темпов не сбавили и продолжили атаки. После очередной ошибки гостей Павел Кривенцев оформил дубль ворота алматинцев. Голы залетали один за другим. Самым зрелищным стал дальний удар от Виктора Гунченко. За 20 минут до конца матча наши футболисты смогли забить еще один гол, но и пропустили в свои ворота два мяча. Итоговый счет встречи 5-4 в пользу хозяев поля. Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой. Ну, что сказать по матчу. Тяжелая игра была. Погодные условия внесли свои коррективы. Но, опять же, не хватает нам немного концентрации при стандартах. Но будем работать и в дальнейшем потянем этот компонент. Самое главное то, что сегодня взяли 3 очка. После этой победы в активе Казылжара 4 очка. Он занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч Петропавловский клуб сыграет на выезде 21 апреля против команды «Астана-М». Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК. И в завершение выпуска штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на этой неделе столбик термометра днем не поднимется выше плюс 10 градусов, а ночью местами будет доходить до 8 мороза. В связи с похолоданием 16 апреля на территории области ожидается гололед, сильный западный ветер. Его порывы местами будут достигать 23 метров в секунду. Будьте осторожны. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Ждите новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!